Праздничный концерт, посвященный 78-й годовщине Великой Победы Советского Народа над фашизмом, открывает Духовой Оркестр Горского Кадетского Корпуса, сразу после минуты молчания под звуки метронома. Черным крылом этой страшной войны был задет каждый житель нашей большой страны. Как и свои мужественные предки, сегодня ингуши принимают участие в зоне СВО. Все они – герои. Тех, кто погиб и всеми силами защищает свою родину, воспевают артисты госфилармонии. Зрители слушают стоя. Участники Великой Отечественной войны для народа ингушетина всегда останутся символом бесстрашия, мужества, стойкости, патриотизма, любви и верности родному Отечеству, заявил глава ингушетии. Махмуд Али Калиматов отметил, что на фронт из региона отправились тысячи ее достойных сынов и дочерей. Я хотел бы сказать, что наши враги надеялись, что мы праздник не проведем. Я горжусь, что парад победы прошел в Москве, в нашей столице. Мы этим даем понять, что мы непобедимы. Хочется сказать огромное спасибо нашим дедам, прадедам, которые отстояли честь, достоинство, жизни наших жителей, нашей страны, России. В каждой стране, как бы нам ни казалось, которая сегодня не той дорогой идет, а там есть это, но все-таки там живут люди, которые прошли войну, дошли до Берлина. Их могилы там, и сегодня они их оскверняют, но придет время, они покаятся. Мы великодушный народ, в целом великодушный, потому что независимо, где мы живем, Республика Ингушетия, десятки тысяч ушли на фронт, погибли, без вести пропали. Но возьмите любой дом, любой регион нашей страны, России, СССР, почему я говорю, любой республики, которая самостоятельная страна стала, там тоже есть герои, там тоже есть погибшие, там тоже чествуют своих близких, родных, горожан, односельчан. И мы сегодня собрались здесь. Сегодня много было сомнений, будет ли праздник, будет он, не будет. Но мы сегодня, приведя, каждый один из вас так же думает, как и я, мы показали, мы можем защищать свою столицу, свою страну. И 10 тысяч сегодня по площади Красной, нашей столицы Москва, прошли. Вдруг слышу, 54-го гвардейская дивизия войск, установка ЯРС, ЯРС, командует парадным расчетом майор Магомед Цуров. Мы в любом случае гордимся всеми. Но когда мы слышим Цуров Магомед, а у нас там много офицеров, старших офицеров и генералов, мы радуемся, мы радуемся, потому что частичка наша, он внук чей-то, сын, отец детей своих, понимаете, и он командует расчетом ЯРС. Самое страшное для врагов, одно из самых страшных, у нас их много, командует командным расчетом. И я горжусь, и вы гордитесь, вся страна гордится, потому что это диктор говорит на весь мир. Командным расчетом ЯРС командует майор Цуров Магомед. Вот что я хотел бы сказать. И я хочу отсюда, от вас всех передать ему огромный салам. И всем нашим ребятам, которые участвуют, как прислали еще, наверное, и вам присылают, родным и близким. С флагами стоят наши офицеры, генералы, все. Сегодня тоже наши ребята на передовой, как деды, как прадеды, выполняют свой долг специальной военной операции. Их много, их не тысяча, а больше. И они выполняют свой. Да, погибший у нас есть. Ну, поймите одно, что сегодня мы гордимся ими. Их дети гордятся, матери гордятся, потому что они заслуженно отмечены государственными наградами. Буквально недавно горечь, конечно, тяжело видеть жену, мать, детей погибшего. Но все равно государство, лично президент Владимир Владимирович Путин, вы знаете, что он искренне, честно относится к военным, к другим службам, которые выполняют свой долг специальной военной операции. Ну, ложку дегтя нам дают те, которые посчитали, что они выше, они, думаю, выше даже Всевышнего, Даллороса, Заллора, которые выходят, придумали какой-то жихад. Они придумали. Они, что, сто мечетей у нас, у нас молебные комнаты, они вышли убивать своих же, понимаете, придуманными ими, какими-то заблудшими мыслями. И убивают. Наших убивают. Тульские ребята что сделали? Они просто охраняли наш покой. Когда же кончится это? Мы не были так свободны, как сегодня. А находятся такие. Они враги, я говорю, были и останутся врагами народа нашего. Потому что они несут смерть ни за что. Видимо, их какими-то там заблудшими мозгами. Сегодня настоящие мужчины, настоящий рядовой сержант, офицер СВО участвуют и приносят победу нашей Родине. Честь нашему народу, достоинство нашего народа. Поэтому, когда мне говорят, что нельзя причинять боль, потому что у тебя что-то не нравится. Навязывать. Тем более, через насилие свои якобы мысли никому не позволили. Никому. Самый лучший праздник всегда был и остается с детства 9 мая. Я сегодня благодарен каждому солдату. Каждому сержанту, мичмену, прапорычу, офицеру, генералу, маршалу, которые тогда оставили нашу Родину и сегодня стоят на страже. Президент Владимирович Путин сказал, все, кто там находится, они герои. Я согласен, каждая мама, которая воспитала такого сына, каждая жена, став вдовой, они тоже герои, они вот так воспитали, он пошел защищать интересы нашего государства. Это так. Но он ведь защищает каждого из нас сидящего. Вот в чем поступок геройский. Мы никогда не должны забывать о погибших, но и о живущих, раненых. Их мамах, сестрах, детях я хочу сегодня сказать вам. В нем победы. Великой победы нашей. Каждого здесь сидящего и кто нам ее принес, никогда не забывать. Мы сегодня должны внимательно отнестись к памятникам. Мы должны сегодня говорить об этом. И наша культура, наше телевидение старается это показать. Поэтому всегда победа была, всегда была, будет за нами. Поэтому я хочу поздравить вас с праздником. У каждого тейпа в Ингушетии есть свои незабываемые защитники Родины. Все они – общая гордость народа. Сегодня их славные имена объединяют нас и делают сильнее, готовыми отвечать на все вызовы современного мира. Ингуши принимали участие во всех войнах Царской России, СССР и сегодня Российской Федерации. И в каждом боевом действии, в котором принимали, как нас историки называли горцы, а конкретно потом уже называли по национальному признаку, принимали участие в русско-турецких войнах 1877-1878 годов, русско-японской войне, гражданской войне и, наконец, последняя так называемая из истории Великой Отечественной войны. Но и сегодня, на пороге 21 века, Ингуши показывает доблестное отношение к защите своего Отечества. И имеется в виду, это не только Республика Ингушетия, народы Кавказа и народы всей России. За честь и достоинство они отдают свою жизнь. Я бы хотела почтить честь тех людей, которые умерли в тот день и спасли наши жизни. На этот великий день в городе Назрани, в ДК, день победы, вспомнить наших предков, которые очень тяжело пережили все это время, когда было очень сложно. Сегодня хотим праздник отметить, что не забыть это время. Сегодня мобилизованные и военнослужащие из Ингушетии в одном строю с представителями всех регионов страны участвуют в спецоперации на Украине. Это продолжение борьбы с фашизмом и обеспечение безопасности великой многонациональной России. Наш президент Путин, Владимир Владимирович, борется за правду, справедливость, предотвращение войны и борется за мирную жизнь на нашей планете. В этот прекрасный праздник со слезами на глазах звучат песни военных лет. Многие десятилетия они несут правду жизни, а в суровые годы войны согревали сердца и воодушевляли защитников на подвиги. Зелимхан Калоев, Сулейман Костоев, Новости 24.